Ну, смотри, вот если провести аналогию с тем же конструктором LEGO, да, с LEGO можно создать практически что угодно. Вместо того, чтобы покупать уже готовый домик, значительно интереснее этот домик из кирпичиков построить LEGO. Вместо того, чтобы покупать выручную машину, можно ее создать из того же LEGO. И Scratch такой же. Там смысл в том-то и заключается, что ты полностью с нуля все создаешь сам. Я понимаю, что можно все упростить, но мы не усложняем эти вещи для того, чтобы было все сложным. Но в этом-то и заключается интерес, чтобы с нуля постепенно создавать что-то. Ну что, убедил? Кто-то сзади еще хотел задать вопрос. Дело в том, что программа Scratch была создана где-то 10 лет назад. Наверное, в это время еще, примерно, большинство из вас где-то только рождалось, я еще не думаю, что-то не родился. И в самом начале мы решали для себя идти ли нам в направлении 3D или в двухмерной перспективе работать. Конечно, чтобы сделать объем, есть там и свои технические нюансы, но это было не главной проблемой. Мы просто хотели, чтобы в Scratch можно было делать что угодно, взять любую фотографию из интернета и поместить ее в Scratch. Или самим что-то нарисовать, самим создавать картину. Чтобы это сделать в объеме, это было бы сложным задачам многократно. Именно поэтому мы приняли решение работать только в двухмерном пространстве, чтобы максимально объединить это с тем, что угодно в интернете. Поэтому я все-таки считаю, что Scratch в ближайшей перспективе останется двухмерным. Кто знает, может быть, кто-то параллельно создаст программируемый трехмерный мир. Я с вами согласен, действительно, почему бы и нет.